Доброе утро, друзья! 2 сентября на календаре. Среда. Только вчера мы с вами слушали интервью участников проекта «10 песен атомных городов». А сегодня они уже выступят в городе Глазов Удмуртской республики и тоже в рамках празднования 75-летия атомной промышленности. Такие шустрые ребята. А еще сегодня Большой театр совместно с Госкорпорацией Росатом запустит три новых онлайн-проекта. И первый из них – Виртуальный интеллектуальный творческий клуб «Физики-лирики. Встречи». Откроется он 2 сентября в 17.00. Прямую трансляцию смотрите на сайте Атом 75. А что же можно будет увидеть в нашей программе? Сегодня мы пообщаемся с одним из первых участников Народного театра юного зрителя Владимиром Кшуманевым. По всем ее стенам висели куклы. Я вот зашел как бы – обалдеть! Все вместе отметим юбилей талантливого, остроумного композитора Андрея Петрова. Петров так плохо сыграл на рояле свой вальс для новой картины «Берегись автомобиля», что режиссер подумал «С композитором я дал маху». Понаблюдаем за интереснейшим поединком Рогатого и Крылатого. Владельцы одного ресторана в Чикаго изобрели угощения, которые стоят 350 долларов. Разберемся в съедобных и несъедобных продуктах. Слива домашняя. Давайте разбираться! Возможно, найдем себе верного друга. Ладно бы, если бы ходила там, где люди ходят, по пешеходным. Покормим прожорливую и запасливую белку. И попытаемся ответить на вопрос словаря. Готовы к интеллектуальной разминке? Сейчас проверим. Ответ на вопрос словаря ищите в конце нашей программы. А красивую картинку для глаз в рубрике «Для настроения», которая, как известно, во многом зависит от того, что мы видим. Если нас окружает серость и уныние, мы и сами становимся тусклыми и неинтересными. Солнышко выглянет, и нам жить веселей. Согласны? Значит, сейчас в ваш день обязательно добавится пара счастливых нюансов. Подразним вас еще немного морем. Классический, но всегда бесподобный кадр. Дышим свежим морским ветром и настраиваемся на лучшее. Всем удачного дня! В сентябре этого года исполняется 50 лет с момента создания в нашем городе будущего Народного театра юного зрителя. Начинался он с кукольного кружка, которым руководила Лидия Михайловна Ершова. Вместе со своим педагогом ребята росли, росли и доросли до театра. А потом и свой создали. Каждый его новый спектакль мы с вами ждем с большим нетерпением. А среди тех маленьких артистов, которые выходили на сцену еще в 70-е годы, был и сегодняшний актер Тюза Владимир Кшуманев. Ему слово. О знакомстве с Лидией Михайловной Ершовой Тогда это был еще не Тюз, а кукольный кружок. Это было в 1970 году. Я пришел в ДК. На вахте меня тормознули. Сказали, куда мальчик. Мне было 10 лет. Я говорю, я пришел записываться в кукольный кружок. Подожди, постой. Сейчас мы пригласим руководителя. При лестнице спустилась такая шикарная женщина в черном костюме брючном. Сказала, здравствуй, мальчик. Ты пришел записываться в кукольный кружок? Я сказал, да. Ну, пойдем. Мы с ней пришли. Но мы вдвоем пришли. Я еще с одним пацаном. Вот. И она сказала, ну, давайте, прочитайте какое-нибудь стихотворение. Я вас запишу на магнитофон. Я прочитал парус лермонтовский. Или парус одинокий. Ну, и так далее. Вот это была первая встреча с Лидией Михайловной. О приятном сюрпризе. Лет через 10, наверное, году в 80-м, мы как-то на каком-то очередном капустнике сидели. И она говорит, а у меня есть для вас сюрприз. И прокрутила нам вот эти записи. Ну, тех, кто там остался еще на тот момент через 10 лет. Конечно, за 10 лет там огромное количество детей прошло. Это было очень смешно и забавно. О куклах. Мы куклу делали сами, из папье-маше. Лидия Михайловна делала макеты. Ну, или болванки. Я не знаю, как они правильно называются. Она прекрасно рисовала, прекрасно лепила. И поэтому куклы у нас были все наши. И я помню тоже, вот когда первый раз я пришел, там же был в ДК до этого кукольный театр. И вот эта комната, она была, вот по всем ее стенам висели куклы. Это было, я вот зашел, как бы, и обалдеть. Там были, ну, и тростевые, и перчаточные, вот такие большие куклы. Мне показались, ну, они шикарные. И когда мы собрались уже, вот этот весь коллектив, на первых занятиях, Лидия Михайловна сказала, вот подождите, придет время, и вы увидите, что эти куклы очень несовершенны. И мы будем делать совершенно другие куклы принципиально. И действительно, когда, там, годика через два, когда мы уже сделали вот такие, там, очень серьезные куклы для Золушки, там, да, она, ну, вот вы видите, да, она объяснила нам, почему те куклы не совсем верно были сделаны, и подарила нам их все. И мне достался красноармейц вот такой шикарный тоже. Он был в Буденовке, в Шинели, с ремнем, так, ну, прям, все. И она у меня долго была, я увез ее даже в деревню, там. И, как бы, кукольный театр у меня продолжался, там, вот с этим красноармейцем, еще какие-то у меня перчаточные куколки были. О первых интересных ролях. По-моему, он назывался «Зайка-Зазнайка», я там играл Филина роль. Был очень доволен, потому что у меня была шикарная кукла, у Филина горели глаза, там были лампочки, ну, то есть это была лучшая, мне казалось, самая интересная роль в спектакле. В знаменитом Петрушке иностранце, я иностранцем играл, тоже была замечательная кукла. У всех были перчаточные куклы, это вот так, да, на руку надевался. У меня была такая тростевая кукла, то есть она была вот такого размера. И это была такая палка, на которую была насажена кукла с ногами. И вот я держал ее за ноги и вот так ходил и плавал. Он купался этот, иностранец, и вот я и плавал там. То есть все вот так ходили, а я вот так ходил. У всех были вот такие куклы, а у меня вот такая, опять здорово. Мы каждый день встречались, все равно просто приходили, что-то там Людмила Михайловна давала нам абсолютную такую творческую свободу. Мы многое придумывали сами, и поэтому мы просто приходили, занимались. До 1978 года мы были в разных подвальчиках, еще где-то и несколько лет в Доме пионеров. И это было, конечно, вот по моим воспоминаниям, такое самое свободное время. То есть нам доверяли и сцену, и аппаратуру, и звуковую, и световую. И мы были хозяевами полными в зале и сцене. А Лидия Михайловна Ершовой? Ну, это театральный, и не только театральный учитель, на самом деле. Это вот для меня лично человек, который сделал, ну, очень много, да. Да, наверное, может быть, и меня в каком-то смысле сделал. Она с нами занималась не театром, на самом деле, конечно же, а, ну, учила жить, наверное, вот так я бы сказал. Да, потому что мы очень много времени проводили вне ДК, да. Мы и дома собирались, и как бы друг у друга, и у нее, и в походы ходили там. Ну, то есть мы вместе жили, и вот она была рядом с нами в жизни нашей. Не вот мы пришли, отзанимались и ушли. Она с нами жила, она с нами менялась, она нас меняла, она училась, нас учила. Мы ее чему-то, наверное, учили, я надеюсь. Вот, поэтому, да, как какую-то творческую личность, абсолютно, она меня сформировала, безусловно, конечно. И спасибо ей за это огромное. Между прочим, если среди наших зрителей есть те, кто занимался у Лидии Ершовой, знайте, она ждет встречи с вами 26 сентября, чтобы отметить юбилейный день рождения Народного театра и просто пообщаться со старыми друзьями. А у нас в программе праздник уже наступил. Сегодня исполнилось бы 90 лет талантливому, разностороннему композитору с прекрасным чувством юмора Андрею Петрову. Говорят, как-то Данелия подписал ему открытку так. Пожалуйста, пиши для Рязанова музыку немножечко хуже, чем для меня. О некоторых интересных фактах из жизни Андрея Павловича рубрика «Щитовод». Здравствуйте! Его песни и сегодня с удовольствием поют на крупных концертах и тихонечко мурлучат про себя дома. Без его музыки уже невозможно себе представить многие фильмы Георгия Данелия и Эльдара Рязанова. Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде. В 1941 семья эвакуировалась в Сибирь. Андрей тогда учился играть на скрипке, но мечтал стать не музыкантом, а писателем. В захлеб читал Грина и Паустовского. Сам писал стихи, рассказы, повести и роман. Но в один прекрасный момент ему понадобилось всего 75 минут, чтобы раз и навсегда решить «Все! Буду композитором!». Случилось это во время просмотра фильма «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. В 1945 году Андрей поступил в училище имени Римского-Корского, а затем в Ленинградскую консерваторию. Во время учебы он познакомился со своей будущей женой Натальей. Андрей тогда страдал после расставания с любимой девушкой, поэтому с однокурсницей Наташей просто дружил. Но постепенно взаимная симпатия переросла в настоящее чувство. Незадолго до окончания консерватории в 1954 году они поженились. Произошло это 23 февраля. В этот день в Ленинграде всегда был салют, как будто в честь молодых. В 1956 году у них родилась дочь Оля. Она тоже стала композитором. В 1960-м Андрею предложили написать музыку короткометражки «Мишель и Мишутка», где главными героями были живые медведи. Их эмоции нужно было передать с помощью мелодии. У Петрова она получилась очень яркой, выразительной и смешной. Вскоре его пригласили в картину «Человек-амфибия». После выхода киноленты на экраны в 1961 году вся страна запела «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». В 1962 году Георгий Данелли приступил к съемкам фильма «Путь к причалу» и попросил Петрова, чтобы тот написал песню о друге. Андрей согласился. Он просто не знал, на что подписывается. Режиссеру все не нравилось. Он слушал каждый новый вариант и говорил «Это хорошо, но можно лучше». В итоге композитор написал 12 мелодий. И вот, наконец, премьера. Она должна была пройти в Северодвинске. Туда и отправилась вся съемочная группа. И никто из делегаций почему-то не мог запомнить мелодию песни. Петров из-за этого очень переживал. Считал ее провальной. И вдруг после кинопоказа ночью в гостинице услышал, как по улице шли моряки и горланили. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги. Таков закон. Третий должен уйти. В Содружестве с Данелли Андрей Павлович работал еще над шестью картинами. В том числе «Я шагаю по Москве» и «Осенний марафон». А вот творческого дуэта с Эльдаром Рязановым могло не случиться. Петров так плохо сыграл на рояле свой вальс для новой картины «Береги с автомобилем», что режиссер подумал – с композитором я дал маху. Он помолчал. А потом попросил Петрова исполнить на том же инструменте «Я шагаю по Москве». Тот повиновался. После этого режиссер понял, что Андрей Павлович просто очень плохо играет на пианино. Так оно и было на самом деле. В итоге вместе они создали 13 кинолент. Среди них «Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих». Всего же в личном списке Андрея Павловича более 90 картин, 14 спектаклей, более 30 оркестровых и вокально-оркестровых произведений. Он писал оперы, балеты, мюзиклы и песни для эстрадных исполнителей. Известный певец Эдуард Хиль говорил о нем. Андрей Павлович всегда восхищал меня тем, как щедро он дарил людям радость, музыку и тепло. Он считал, что чем больше отдашь, тем будешь счастливее. Когда я был молодой, не понимал этого. Но чем старше становился, тем больше осознавал и все чаще вспоминал встречи с этим необыкновенным человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Сегодня в нашем городе ожидается солнечная погода, атмосферное давление 749 мм ртутного столба, Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20, плюс 22, ночью 10-12 градусов тепла. КОНЕЦ Лови момент выгодных предложений в караване. Колбаса-вязанка классическая 500 граммов 94,90. А карачок куриный охлажденный куриное царство 125,90. Конфеты Джек 199,90. Цена указана в рублях, количество товара по акции ограничено. Лечебно-диагностический центр «Губернский доктор». Прием ведут квалифицированные специалисты и ведущие врачи Заречного и Пензы. Полный спектр амбулаторных анализов, в том числе тест на антитела при подозрении на перенесенную коронавирусную инфекцию. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-001. Белорусская АЭС готовится к пуску. Атоммаш отгрузил первый реактор для дальнего зарубежья. Как проходит ремонт энергоблока с реактором БН-600 на Белоярской АЭС? Смотрите в среду в 20.00. Глупости происходят в мире по разным причинам. Кто-то чудит намеренно, желая всех удивить, поразить или просто рассмешить. Кто-то ведет себя крайне неосмотрительно и из-за этого попадает во всякие неприятности. Сегодня в наших бредовостях хватает и тех, и других. Будем учиться на чужих ошибках. ТИБИ-ШОУ! Доброе утро! В эфире Бредовые новости. И вот, что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Необычный поединок, рогатый против крылатого. Возмутительно дорогой перекус, не каждому по карману. И полеты не во сне, а наяву. Повезло так повезло. А теперь обо всем по порядку. ТИБИ-ШОУ! Может ли козленок подружиться с петухом? Может. И вот вам наглядное тому подтверждение. Жители Каминга давно уже наблюдают за двумя забавными приятелями. А те периодически радуют хозяев смешными потасовками. Причем каждая заканчивается абсолютно мирно. Судя по всему, товарищи просто готовятся к серьезным соревнованиям. И таким образом тренируют друг друга. Интересно, поединки так и останутся шутливыми, когда козленок перерастет своего напарника. ТИБИ-ШОУ! Следующая новость адресована любителям бутербродов с арахисовой пастой. Владельцы одного ресторана в Чикаго изобрели угощение, которое стоит 350 долларов. Закуска называется «Золотой гусь». А состоит она из батона, который содержит в себе пыль и пластинки съедобного золота. На ломтики этого батона намазывают деликатесный джем из красной и белой смородины, вручную очищенный от семян. Далее, самый дорогой в мире мед манука из Новой Зеландии. И самую обычную арахисовую пасту. Как ни странно, этот бутерброд пользуется у гостей ресторана популярностью, так что заказывать его нужно не меньше, чем за сутки до посещения заведения. Уж сколько раз твердили миру, внимательно следите за своими детьми. Но только все не впрок. В Тайване семья с трехлетней девочкой пришла на фестиваль воздушных змеев. Родители отвлеклись, а дочка запуталась в огромном оранжевом змее и взмыла под облака. И ни один человек не успел ее поймать. К счастью, эта история закончилась благополучно. Малышка не пострадала, хотя и сильно испугалась. Все свидетели этой истории, я думаю, тоже. У меня на этом все. Следующую подборку ждите уже завтра. А сейчас на очереди астрологический прогноз. Овин, хорошенько подумайте, прежде чем поддаться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим. Телец, время веселиться. Проведите этот день в компании добрых друзей, а все серьезные дела отложите до завтра. Близнецы, будьте предельно внимательны во всех финансовых делах, вплоть до самых простеньких. Не отмахивайтесь от советов, среди них будут очень полезные. Рак, нечто давно устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком. Придется потратить немало времени на то, чтобы привести все в порядок. Лев, раз вы страдаете от недостатка информации, воспользуйтесь своей способностью строить предположения. Будьте осмотрительны. Дева, вы совершенно правы, но с вами никто не хочет соглашаться. Не огорчайтесь, значит вы идете в нужном направлении. Весы, вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. При желании вы сможете любого встречного подчинить своей воле. Скорпион, если вы находитесь в начале или в самом конце серьезных отношений, продумывайте сегодня каждый свой шаг. Винить за последствия будет некого. Стрелец, в своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, кто попытается преградить вам путь. Постарайтесь хотя бы никого не покалечить. Козирог, вам наверняка придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Не пытайтесь отвертеться, иначе потом долго будете выслушивать упреки. Водолей, про кого-то сплетничали недавно? Теперь вам с этим человеком лучше не встречаться. Он может предъявить вам свои претензии в самой недусмысленной форме. Рыбы, если вы собираетесь сказку сделать былью, действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшную. Слива в этом году родилась на славу. Куда не придешь, все угощают фиолетовой ягодкой. А можно ли ее есть в больших количествах? Чем она полезна? Что из нее приготовить? На эти вопросы нам ответит Ирина Герасимова. Ее принято считать природным гибридом терна и алычи. Она произрастает практически на всех континентах, кроме Антарктиды и практически на каждом садовом участке. Героиня нашего выпуска сегодня – слива домашняя. Давайте разбираться, насколько это съедобный или несъедобный продукт. Считается, что выращивать это плодовое растение начали в Малой Азии и на Кавказе. Позже оно распространилось по территории разных стран, включая и нашу. У сливы очень много разновидностей. Каждая из них имеет свой размер и окрас плодов. Доступны сливы круглый год. Но наиболее сочные продаются с лета по начало сентября. Сливу принято употреблять в свежем виде. Варить из нее вкусные компоты, варенье, соки, сушить. Применяют ее в медицине и косметологии. А все потому, что в ней очень много полезных микроэлементов. В плодах много витамина П, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Улучшает тонус сосудов, уменьшает хрупкость капилляров. Сохраняется этот витамин в чуть меньшем количестве и после переработки плодов. Поэтому полезным считается даже сливовое варенье. Наибольшее содержание витаминов в тонкой кожице фруктов. Поэтому от нее избавляться не стоит. Обладает слива и слабительным действием, что позволяет рекомендовать ее людям с нарушениями работы кишечника. Много в синих плодах витамина А, который полезен при ревматизме. Тот, кто употребляет сливы, не страдает повышенным холестерином. Плоды обладают мочегонным действием, способны выводить из организма лишнюю жидкость. Еще их используют как профилактическое средство при образовании тромбов. Чемпион слива и по содержанию калия. Очень полезного микроэлемента. Он необходим для правильной работы сердца. В 100 граммах сливы содержится примерно 200 миллиграммов калия, что составляет 10% суточной потребности организма. Рекомендуют употреблять сливу и для улучшения настроения. А еще используют не только сами плоды, но и листья растения. Примочки из отвара листьев ускоряют заживление ран и порезов, предупреждают образование тромбов на стенках сосудов. С листьями сливы также заваривают целебные чаи. Калорийность слива составляет примерно 42 килокалории на 100 граммов. Это примерно 3-4 хороших плода. Поэтому сливу можно отнести к низкокалорийным продуктам и не беспокоиться, что ее умеренное употребление отразится на вашей фигуре. Однако стоит помнить, что сушеная слива или чернослив в разы калорийнее. Сливы рекомендуют есть отдельно от других продуктов и напитков. Лучше в первой половине дня и минимум за 30 минут до приема пищи. В таком случае углеводы будут израсходованы на нужды организма, а не отложится про запас. Сливы рекомендуют сочетать с разными кашами, кисломолочными продуктами. А вот есть фрукт натощак или запивать цельным молоком не стоит. Не рекомендуют эти плоды и детям до года. Сливы могут вызвать у малышей расстройства и колики. Не стоит употреблять фрукт людям, страдающим диабетом и проблемами с лишним весом. При выборе слив следует соблюдать несложные правила. Выбирать плоды с плотной кожицей. Отказаться от покупки слишком мягких или наоборот слишком жестких слив. И лучше приобретать плоды, выращенные в наших широтах. В общем, если в вашем саду уродилось много слив, теперь вы знаете, что их полезно не только есть. Ведь это настоящее лекарство, косметическое средство, а также непревзойденный по вкусовым качествам десерт. Поэтому мы, не раздумывая, включаем сливу в наш список самых, что ни на есть съедобных и очень полезных продуктов питания. Как животные становятся бездомными? Одни рождаются на улице, а других теряют или бросают хозяева. Что произошло с сегодняшней героиней рубрики «Лохматый друг» мы, наверное, никогда уже не узнаем. А вот что с ней будет дальше, возможно, зависит от кого-то из наших зрителей. Но для этого должна случиться любовь. Любовь с первого взгляда. Это моя Джудит. Она два месяца с лишним ходила по городу в зеленом ошейничке от клещей, никого вообще не подпускала. И я случайно пошла гулять с собакой. Она идет по проезжей части. Она ходила, ладно бы, если бы ходила там, где люди ходят, по пешеходным. Она ходила именно по дорогам, она бросалась и под машины. Джудит много раз видели на улице, но поймать ни у кого не получалось. И только почувствовав по-настоящему добрую Наташу, Джудит сдалась. Теперь живет в лохматом друге, но очень хочет найти любящего хозяина. Она послушная, она пойдет как и компаньон, потому что она на поводке хорошо гуляет. То есть, все нет проблем в этом плане. И пойдет так же, как охрана. То есть, и на цепи она сидит хорошо. Джудит спокойная девочка. Дома хулиганить не будет. Очень аккуратная и чистоплотная. Приучена к выгулу. Собака молодая, ей еще нет и года. Поэтому любит поиграть и порезвиться. Если вы мечтаете о настоящем друге, то Джудит ждет вас. Как появилось слово «куролесить»? Это необычное словечко не имеет ничего общего ни с курицами, ни с лесом. Образовалось оно на базе греческого «кури элесон» – «Господи помилуй». В древних русских церквях эти слова пелись по-гречески, но в народном восприятии первоначальный их смысл был утрачен. Их стали связывать с нестроенным церковным пением. Отсюда, вероятно, и возникло сегодняшнее значение этого слова – делать не так, как надо, а зарничать. А сейчас берем побольше орешков и отправляемся в лес кормить одну очень-очень-очень запасливую белку. Вот у кого за щеками прячутся настоящие сундучки. А то все хомяки-хомяки. Ну что, друзья, пора прощаться. Надеюсь, начало этого дня у вас выдалось легким и спокойным, без лишней суеты и нервотрепки. Пусть и дальше все сложится так же удачно. Всем продуктивного дня! Завтра увидимся!